Сегодня в программе про тюнинг автомобиль, который десятилетиями олицетворял высочайший статус ее владельца. Волга. Это не только великая русская река. Это автомобиль, на котором ездили партийные руководители, кинозвезды, космонавты и знаменитые спортсмены. Мы решили вернуться назад в прошлое и на себе почувствовать комфорт, который могли позволить себе лучшие граждане уже несуществующего СССР. Чего себе? Волга, да? В некотором роде. Садись, садись. Ты знаешь, это малогабаритная квартира. Нам захотелось вспомнить, что такое дизайн по-советски, зачем в машине нужен ковер, а в сиденьях пружины, и почему правильным Волгам тяжело перестраиваться вправо. Про тюнинг выяснил, по какой причине современные мужчины тратят деньги на восстановление ретро-машин. 50% всего объема эмоций занято не любовью к машине, а любовью к эпохе. Поэтому я выбирал прежде всего эпоху. Деньги платятся на самом деле не за машину, а за это. В программе про тюнинг 24-я Волга, которую автор проекта скромно назвал «Огонек». Концепция заключалась в следующем. Снаружи эта машина должна выглядеть максимально похожей на ГАЗ-24 первой серии. И второе требование по нашей концепции – она должна нормально ехать. 24-е Волги появились на свет более 40 лет назад. В феврале 1968-го первые образцы этих машин были показаны на выставке советского автопрома на ВДНХ. Автомобильная промышленность пыталась, как и вся страна, догнать и перегнать Америку. И хотя в этом соревновании наши конкуренты были где-то далеко впереди, у советских инженеров имелись тоже удачные и, главное, реализованные проекты. Таким оказался ГАЗ-24, который очень скоро пополнился различными модификациями. ГАЗ-24 любили милицейские начальники и главнокомандующие, принимавшие парады на Красной площади. Сказать, что 24-й Волга до сих пор выпускается, я думаю, теперь можно. Потому что в конце 2013 года вот эта машина была выпущена. И можно считать, что эта машина именно была сделана с нуля. Потому что практически все, что на ней стоит, это все новые детали, включая все навесные детали. Такие вот, как крылья, двери. Нам удалось найти СССРовские в грунте все четыре двери по сараем. Из какой-то соломы их доставали, то есть очищали чуть ли не от куриного помета. Но эти двери были новыми. Они были заводскими дверями. Вот, собственно, это те самые двери, которые мы искали по всей России. Дверь найти было сложно. Почему? Потому что более-менее еще как-то в магазинах, может быть, в каких-то присутствуют двери от 2410, которые такие же почти внешне, но у них квадратная ручка откидывающаяся. И у них нет форточки. Соответственно, надо было найти дверь с форточкой и вот под такую нажимную ручку. И, собственно, чего мы и достигли. Идея довести до ума Волгу возникла, исходя из двух соображений. Во-первых, денег было не так много. А во-вторых, не хотелось ездить по делам на чем-то обычном. Ну, я, собственно, понял то, что по бюджету наверняка потяну вот такое сочетание 24-й Волги с какой-то хорошей начинкой, которая позволит комфортно стоять в московских пробках, перестраиваться, разгоняться на светофоре. Чтобы достигнуть эффекта 68-го года, нам пришлось поймать вот такой вот яркий красный цвет. И теперь она выглядит полностью как 24-ка первой серии. Цвет этой машины не родной, но здесь есть умысел определенный. Дело в том, что машина начала продаваться 24-ка где-то с середины 70-го года. Выпускаться, продаваться, а рекламироваться она начала с 68-го года. Ее начали возить по выставкам. И во всех каталогах для иностранцев эта Волга позиционировалась, прежде всего, в красном цвете. И нам удалось найти такой ярко-красный цвет, что на него все оборачиваются действительно. Цвет, кстати, взяли, позаимствовали. Вот Мазды, в каталоге Мазды этот цвет называется New Vintage Red. Половина людей, когда подходят, глядя на эту машину, они говорят, ой, такая, вот в таком состоянии, и колеса у вас прям родные сохранились. Как вы так умудрились сохранить такие родные колеса? То есть вот единственная вещь, которая на самом деле бросается в глаза своей отдаленностью от состояния родного. Но, тем не менее, людям очень нравится почему-то. Глядя на промо-ролики тех годов, мы увидели, что машины изначально были с вайтбендами. Это узкая белая полоска по борту шины. Пришлось найти в России последний вот этот комплект резины с вайтбендами. Это дань моде 70-х годов. В Штатах машины многие были с вайтбендами. Ну, видимо, наши разработчики тоже хотели сделать Волгу с вайтбендами, но в серию она на вайтбендах так и не пошла. Колпаки, которые стоят на этой машине, это не совсем бэйби-муны и не совсем фулл-муны, потому что бэйби-мунами и фулл-мунами называют американские колпаки, металлические. А это изобретение японской компании, которая выпускает пластиковые колпаки такого вида. И, насколько мне до сих пор известно, в Москву до сих пор официально их никто не возит. Возят их энтузиасты из Ростова-на-Дону, где я, собственно, вот их и беру периодически, потому что пластиковый колпак все-таки это расходный материал. Сам колпак вот этот, он здесь стоит не просто так. Это, в нашем понимании, было наименьшее из тех зол, которые мы могли выбрать. Почему? Потому что мощный двигатель, 260-сильный, предполагал уже широкую резину. И, что самое главное, предполагал он дисковые тормоза, серьезные. А серьезные дисковые тормоза, 14-дюймовые диски, 24-шные, уже не вставали. Поэтому пришлось поставить 15-дюймовые диски. И 15-дюймовые диски от Волги 3105, они уже имеют немножко другой внешний вид. На них не ставится 24-шный колпак. Поэтому пришлось сделать вот такую комбинацию. Это, естественно, не очень похоже на первую серию 24-й Волги, но это то максимально близкое расстояние, на которое нам удалось подобраться к внешнему виду 24-ки. Волга-огонек – это нераритетная развалюха, которую нельзя нагружать и разгонять. Чего можно ожидать от машины, чьи лучшие годы почти никто не застал? Но не торопитесь с выводами. Внешность бывает обманчива, что в полной мере могли оценить наши попутчики. Снаружи мы сделали все, чтобы замаскировать эту машину, сделать, скажем так, волка в овечьей шкуре. Снаружи действительно люди думают, что они смотрят на эпоху, на 70-е годы, на 75-й год. Но когда они едут на этой машине, они понимают, что это не только эпоха, она еще и едет все-таки. Огонек может дать прикурить очень серьезным участникам движения. Когда эта Волга разгоняется, вас просто вжимает в эти мягкие диваны, которые могли стоять и в гостиной. Большинство водителей даже не успевает отреагировать на скоростную старушку, которая легко уходит от них, стартуя от светофора. Если не заглядывать под капот этой Волги, то очень трудно догадаться, какой волшебник придает ей такое ускорение. Но эта машина прошла очень мощный тюнинг, поэтому достойна самого пристального внимания, как к внешнему виду, так и к технической начинке. Это двигатель Toyota 1UZ-FE. 4 литра, V-образная восьмерка. Двигатель по паспорту развивает 261 лошадиную силу и обладает моментом в 353 ньютон-метра. Началось все, естественно, с инжекторного двигателя газовского ZMZ-406, который почему-то стоил столько же денег, сколько нормальный двигатель. А нормальный двигатель, самый популярный на тот момент был тойотовский. 1JZ, 2JZ люди очень любили ставить. Ну, это двигатель, который отлично едет. Ну, и решили, что раз пошла такая пьянка, что может быть солиднее, чем V-образная восьмерка. Для того, чтобы этот двигатель себя и машина вокруг него комфортно чувствовали, установлены тормоза. Тормоза от Nissan. Ставятся они либо на Праймеру, либо на Skyline. Впереди, чуть поближе к переду, были перенесены радиаторы. Теперь их тут целая толпа. Здесь стоит радиатор от современной Волги для двигателя. Здесь стоят два радиатора от УАЗа для коробки передач. И здесь стоит радиатор кондиционера. Аккумулятор обычный. 60 ампер, хороший. Для того, чтобы машина хорошо рулилась и комфортно парковалась, она, естественно, оборудована гидроусилителем. Гидроусилитель растет из подвески ГАЗ-3105. Собственно, вся эта подвеска была сюда установлена. Пришлось сильно помучиться с совмещением руля от ГАЗ-24 с подвеской от 3105. Из-за того, что строение колонки совершенно другое, пришлось повозиться с сигналом, полностью придумать новую схему передачи, скажем так, тока от кнопки сигнала до самого звукового сигнала машины. Любой, кто занимается заменой двигателя в ГАЗ-24, он понимает, что ему предстоит бороться с укосинами, которые в 24-ке присутствовали по бокам от двигателя. Вот в этих вот местах стояли укосины, которые сюда не пускают ни один более-менее крупный двигатель. Поэтому укосины на данной машине были спилены. И для того, чтобы перед у нас не отвалился, на нее поставлены усилители кузова от 3102. Можно сказать, что это имитация по старину, можно сказать, что это своеобразная концепция. То есть снаружи эта машина должна выглядеть максимально похожей на ГАЗ-24 первой серии. И второе требование по нашей концепции – она должна нормально ехать. Нашим достижением при создании данной машины можно считать то, что мы сюда все-таки не поставили обогреваемое заднее стекло, потому что оно пошло, естественно, не с начала 70-х годов, а где-то с середины 70-х, ближе к 80-м. То есть поставить заднее стекло с обогревом несложно. Сложно его не поставить. Вот, собственно, мы его и оставили. Продолжая разговор о том, что на эту машину гораздо сложнее не поставить, чем поставить, помимо сиденья 24-10, помимо заднего стекла с обогревом, который прям очень хочется всем поставить, и все его ставят. Также гораздо сложнее не поставить на эту машину зеркало правое, которого здесь не должно быть ни в коем случае, потому что правое зеркало, которое можно увидеть на 24-ках, пусть оно хромированное, пусть оно полностью похоже на левое зеркало, это зеркало от скорой помощи. Именно поэтому очень сложно найти машину, которая бы вплоть до вот этого места соответствовала бы эпохе. Антенна полностью соответствует историческому виду машины внешне, но технически антенна 24-ки – это вещь почти одноразовая, поэтому пришлось поставить бошевскую антенну, которая такая же хромированная и ведет себя по-человечески, в отличие от родной антенны.